Наверное, все помнят катастрофу украинского истребителя, который пару месяцев назад разбился в ходе украино-американских учений, проводимых в небе Украины. Тогда погибли двое летчиков, наш и американский, и было множество различных домыслов и менторских речей по поводу того, как и что надо делать, чтобы избежать потерь личного состава и техники. Но сколько об этом бы ни говорили, катастрофы и аварии были и будут впредь. Потери неизбежны во время учений и тренировок боевой техники и систем вооружений просто потому, что это оружие, и оно не склонно прощать ошибок. А человек создан так, что допускает эти ошибки. Все тренировки как раз и направлены на то, чтобы уменьшить количество ошибок. Безусловное средство от потерь – не проводить вообще никаких учений и маневров, а оружие просто уничтожить и забыть о нем навсегда. Ну, наверное, это замечательный рецепт, но сегодня он просто не сработает. А потому надо привыкать к тому, что только спящая армия не будет терять ни личного состава, ни техники. Другое дело, что любая авария или катастрофа должны приводить к совершенствованию как техники, так и методов управления этой техникой. К сожалению, именно на таких ошибках и выявляются слабые места в технической части вооружений или в том, как с ними обращаются. Инструкции, уставы и прочее пишутся кровью. Из этого следует, что замалчивать подобные инциденты крайне вредно, но и наоборот их надо подробно и тщательно разбирать, чтобы извлекать из них максимум информации, которая поможет сохранить другие жизни. Причем подобные вещи слабо соотносятся с технологическим уровнем армии, подготовкой личного состава и прочего, потому что пока в боевой машине находится человек, его жизнь будет подтвержена опасности. Только автономные системы могут гарантировать безопасность военных. В подтверждение этому тезису приводим информацию. 6 декабря в 320 километрах к юго-западу мыса Мурота, острова Сикоку, Японии, столкнулись два самолета корпуса морской пехоты США. Самолеты вылетели со своей авиабазы Ивакуни, недалеко от Хиросимы, в двух часах ночи для выполнения упражнения дозаправки в воздухе. Танкер КС-130 должен был осуществить заправку в воздухе штурмовика ФА-18. В результате неудачного маневра самолеты столкнулись и при этом погибли два пилота – ФА-18 и семь человек экипажа КС-130. Наутро спасатели обнаружили тело только одного из летчиков. Месяц назад разбился самолет ФА-18 «Хорнет» авиакрыла авианосца USS Ronald Reagan юго-западнее японского острова Окинава. В отличие от последнего инцидента, пилоты катапультировались, были обнаружены и спасены поисково-спасательной группой авианосца. В середине октября, вскоре после взлета с палубы того же авианосца, в воды Филиппинского моря рухнул вертолет MH-60 Sea Hawk с десантом на борту. В результате падения более десятка военнослужащих получили травмы разной степени тяжести, но все остались живы. В общем, подобные вещи – неотъемлемая часть жизни любой армии. Именно поэтому к военным особое отношение. Даже не воюющая армия все равно постоянно имеет дела с техникой, оружием, боеприпасами и прочим, что представляет собой смертельную опасность. Просто этого не стоит забывать и всегда помните своей армии, когда она не воюет, и вдвойне, втройне, когда она рубится с противником, и в Кубе, когда рубится за собственную землю.